Вы молодцы! Вы тоже все молодцы! У нас третий Костя, который мы пришли до конца. Костя, да. Поздравляем! Спасибо! Вообще у нас четыре устройства было с GPS. Мы делали точки, обозначали маршрут, прокладывали, открытые треки выкладывали в сеть, чтобы следующие поколения могли по этому же пути пройти. И обновляли гугл-классеты, делали панорамы. Делали опенсорс, то есть мы размещали объекты, отсутствующие на картах, допустим, музеи, школу, администрацию. В поселке в основном они не отображены на картах. Обновлением картографии занимались в процессе перехода. Как техника, как интернет себя повел? Не ломалось ли? Интернета сложно было в кое-каких местах, у нас не было почти сети. Ну, нормально, мы где могли выходить, там выкладывали сразу же, с лифтом. У меня в дороге путь прокладывать, чтобы не заблудиться помогало? Да-да-да, вот мы как раз заранее до перехода за три дня разработали 12 треков между поселениями. И у нас отклонение, буквально 6% было, отклонение на 300 метров от той линии, по которой мы шли. И мы шли в основном по бураникам, а эти треки предыдущие охотники выкладывали открыто, и мы по ним как раз двигались. А для вас что самое сложное было во время таких? Что самое сложное? Наверное, люди, когда они встречают, приходишь и прям не знаешь, куда идти. Ну, то есть, начать с поселения не выходило, а какие-то такие... Ну, нормально, ничего, но хотели не звонить. Понятно. Вот это было! Как раз по количеству участников! Не каждого соучастника потрясал! Ну, ладно, хоть для амблажа. Папа, научи кататься на улыбательности. Молодцом! Поведем! У нас возня уже будет. Мне привет!